Библейский портал экзегет.ру представляет Евангелие от Матфея Я буду читать свой собственный перевод для библейского портала экзегет. Первая глава. Комментировать Евангелие я делал довольно трудно. И понятно, что все остальные, кто его комментировал, сказали уже все, что можно сказать об этом тексте. Я не буду претендовать на какую-то оригинальность. Я хотел бы обращать, прежде всего, внимание на то, почему говорится это и именно это в евангельском тексте. В евангельском тексте Матфея. Этот текст, как принято считать, был написан одним из свидетелей и участникам этих событий, Левием Матфеем, бывшим мытарем, сборщиком налогов, который стал учеником и апостолом. Ну и обращено оно, прежде всего, к евреям, поэтому в нем очень много таких отсылок к Ветхому Завету. Но тоже важно понять, можно весь Ветхий Завет цитировать для каждого. Наверное, его кусочка найдется в Евангелии, какая-то параллель. Но что именно цитируется? Давайте я начну с родословия. Я прочитаю его целиком, а потом мы обратим внимание на некоторые его эпизоды. Родословие Иисуса Христа, потомка Давида и потомка Авраама. У Авраама сын Исаак, у Исаака сын Иаков, сыновья Якова и Иуда вместе с его братьями. У Иуда и Фамария сыновья Фареса Зара, у Фареса сын Исрому, и с Рома сын Арам, у Арама сын Аменадав, у Аменадава сын Наасон, у Наасона сын Салмон, у Салмона и Рахав сын Боаза, у Боаза и Руфи сын Овид, у Овида сын Иесей, а сына Исия царь Давид. У Давида и той, кто был лажен Аурии, сын Саламон. У Саламона сын Раваам, у Раваама сын Ави, у Ави сын Асав, у Асава сын Асафата, и Асафата сын Иурама, и у Рама сын Озия, у Озии сын Уафам, и у Афама сын Ахаз, у Ахаза сын Языкия, у Языкия сын Манаси, у Моносии сын Амос, у Амоса сын Иосия, сыновей Иосии и Ихонию вместе с его братьями. Тогда народ переселили в Вавилон. После переселения в Вавилон у Ихонии сын Салафиил, у Салафиила сын Заровавель, у Заровавеля сын Авиуда, а у Авиуда сын Илеаким, у Илеакима сын Азор, у Азора сын Садок, у Садока сын Ахим, у Ахима сын Элиуд, у Элиуда сын Элиазар, у Элиазара сын Матфан, у Матфана сын Иаков. А сын Иакова Иосиф стал мужем Марии, у которой родился Иисус, называемый Христом. Всего поколения от Враамы до Давида – 14, от Давида до переселения в Вавилон – 14, и от переселения в Вавилон до Христа – 14. Сразу возникает очень много вопросов. Во-первых, строго говоря, это не родословие Иисуса Христа, это родословие Иосифа, мужа Марии, который не был отцом Иисуса. Почему? Ну, можно было дать родословие Марии с тем же успехом. Во-первых, конечно, понятно, что Иосиф считается социальным отцом Иисуса. То есть, когда говорили об Иисусе, говорили он сын Иосифа. Тем более, что в этом обществе родословие очень важное, и, собственно, многих называли по отцу. Ну, иногда даже эти имена звучат, как там Варава, например, которого отпустили. Собственно, это сын своего отца, если буквально переводить с ирамейского. И, кроме того, если мы говорим о том, что он сын Давида, потомок Давида, царя, о котором здесь упоминается с самого начала, то есть законный наследник престола, то важно указать эту генеалогию по мужской линии, потому что престол наследуется по мужской линии. Интересно, что родословие во многом не совпадает с тем родословием, которое мы встречаем у Луки в конце третьей главы, где перечисляется наоборот от самых последних до самых первых. И там в конце еще упомянут Бог как, собственно, отец Адама. Хотя понятно, что это отцовство в совершенно особом смысле. И расхождений в именах довольно много. Потом они, конечно, вравнивались, и объяснений может быть несколько. Ну, самое простое, что, возможно, идет речь о ливератном браке, то есть о тех случаях, когда после смерти у некоторого бездетного человека его брат брал в жены его вдову, и тот, кто рождался от этого союза, он считался сыном умершего, хотя физически был, конечно, сыном его младшего брата. И тогда получается, что один и тот же человек имел как бы двух отцов. Ну, можно придумать еще разные варианты усыновления или что-нибудь еще. Мне кажется, более простое объяснение, даже два этих объяснения, что, во-первых, Матфея отбирает только некоторых предков. 14 родов – это дважды по семь. Семь – число священное, которое обозначает, скорее, действие Бога в этом мире. И тогда получается, что вот в каждом из этих родов, в каждом из этих поколений Бог каким-то образом действовал в этом мире, и в результате от потомства царя Давида рождается Иисус, который – Мессия. Лука мог тоже отбирать кого-то, или те источники, которыми он пользовался, могли отбирать кого-то и не называть всех предков. Ну, а кроме того, у них могли быть разные источники. Причем я не вижу ничего страшного в том, чтобы эти источники в чем-то не совпадали между собой, потому что Евангелие и во многих других мелких деталях не совпадают между собой. Это не текст, продиктованный Богом, а это текст, который был записан людьми под воздействием, как верят христиане, некоторого вдохновения. И можно, конечно, обратить особое внимание на женщин, которые здесь упомянуты. Я сказал, что идет родство исключительно по мужской линии наследования, но упомянуты несколько женщин. Причем, наверняка, среди этих женщин, которые были предками Иисуса по плоти, были очень достойные и прекрасные женщины, о которых бы упомянулось. Нет упомянуты самые скандальные. Давайте посмотрим. У Иуда и Фомари. А кто такая Фомарь? Это вот как раз женщина, которая была замужем за сыновьями Иуды, они умирали, и Иуда не захотела исполнять обычаи ливератного брака, и в результате она подстроила так, что она сама от него родила. Совершенно скандальная история соблазнения собственного свекра. Но не потому, что ей так захотелось, а потому, что нужно было исполнить закон этого самого ливератного брака. Так, кто у нас идет дальше? Рахава-то блудница ерихонская. Она, во-первых, не израильтянка, во-вторых, у нее такая непочетная профессия, и ее оставляют живых только потому, что она укрыла шпионов, разведчиков израильских. Ну, и понятно, что она каким-то образом имела потомков. Ну, я бы тоже такое ускрыл, наверное, если бы я писал родословие какого-то уважаемого человека. А потом совсем скандальная история. Та, кто была женой Урии в Версаве. Напомню, что это одна из самых скандальных историй во всем Писании, и единственный большой грех царя Давида, у него есть некоторые поменьше, когда он там со своими сыновьями не мог разобраться, но это вот большой грех, то есть он берет в жены женщину, которая была уже замужем за его подданным, а самого его отправляет на верную смерть. И подстраивает, по сути дела, его гибель. Вот у Давида было много жен, но можно было умолчать, от какой из них родился сын Соломон. Тем более, что Соломон, он законный наследник, он избранный богом, и, в общем, достаточно назвать его, и так написано, кто такая эта самая Версавия, жена Урии. «Зачем упоминать эти скандальные имена?» Мне кажется, вот с самого начала дальше пойдет история про Деву Марию, которая является архангелом, и она узнает о том, что она имеет в очреве Духа Святого. Собственно, эту историю подробно рассказывает Лука, а Матфей, опять-таки, он рассказывает мужскую линию повествования, поэтому у него лишь Иосиф там упомянут. Так вот, смотрите, история, когда незамужняя девушка беременеет, это однозначно скандальная история. И вот здесь мы видим три скандальные истории. Фомарь беременеет от своего свекра, Раф-блудница, которая становится членом израильского народа, и бывшая жена Урии, даже она не по имени не названа, она названа по своему прежнему мужу, «Ее царь взял и увел к себе в Гарем, хотя у него и без того было жен немало, а ее мужа убил». То есть все три истории скандальные. И эти истории, они говорят о каких-то неприглядных свойствах человеческой природы, о том, что не все происходит так гладко, и Христос рождается в этой линии. Может быть, для того, чтобы что-то изменилось в этой человеческой природе, может быть, для того, чтобы эти истории были в дальнейшем какими-то другими. Ну вот, мы прочитали родословие, а дальше описывается Рождество. Мы, конечно, знаем историю Рождества из такого, обычно у нас было синтетического повествования из Луки и Матфея. Давайте посмотрим, что пишет именно Матфей. «Вот каким было рождение Иисуса Христа. Мария, его мать, была помолвлена с Иосифом, но еще прежде свадьба оказалось, что у нее в очреве младенец от Духа Святого. А как-то оказалось. Вот Лука описывает эту сцену подробно, благовещение и все такое прочее, а здесь просто раз и оказалось. Просто потому, что это мужская история, потому что все рассказано глазами Иосифа, в отличие от Луки, который очень многое пересказывает глазами Марии. Давайте посмотрим. Ее суженый Иосиф был человеком праведным и не желал для нее позора. Он хотел расстаться с ней без огласки. Но когда он так решил, ему во сне явился ангел Господний со словами. «Иосиф, сын Давида, без страха бери себе в жены Марию, младенец в ее чреве от Духа Святого. Она родит, а ты дашь ему имя Иисус, потому что он спасет свой народ от их грехов». Имя Иисус, Яхошо, Господь спасает. Буквально довольно распространенное в те времена имя. То есть, благовещение, оно здесь возникает для Иосифа и тогда, когда уже известно о беременности Марии. Но ведь это тоже очень важное благовещение. То, что было возвещено Марии, одна история. То, что Иосиф смог ее принять как ту, о которой он будет заботиться, Эта история совершенно другая. И вот здесь в этом скандальном с точки зрения внешнего проявления, в таком появлении младенца, тоже довольно глубокий смысл. Иосиф должен пойти на риск. Иосиф должен отказаться. Наверное, каждый поймет, что мужчина, у которого есть молодая невеста, он, наверное, желает с ней соединиться. Да, потом появится, конечно, предание о том, что вот Марию передали Иосифу как такому почтенному старцу для того, чтобы он ее оберегал, но сам не касался. Но не было такого в практике древнего Израиля. То есть, брак был брак. Он заключался для того, чтобы супруги были вместе и рожали детей. И вот Иосиф должен переступить еще и через это. Это тоже подвиг. И, может быть, если бы Матфей описал благовещение Марии, как сделал Лука, а Иосиф бы оказался на вторых ролях, то он был бы кем-то не очень значительным. Вот, ну да, там был еще какой-то Иосиф и все. А здесь мы видим его глазами всю эту историю. Кстати, с самого начала видим, что человек праведный не желал для нее позора, хотел расстаться без огласки. То есть, появляется этот момент его собственного выбора. Если бы он действовал только по внушению от ангела, это было бы некоторой неизбежностью, ничего от себя он бы не привнес в эту сцену. Но этого мало. Смотрите, вот мы видим выбор Иосифа. Мы видим родословие, которое пока еще ничего не значит, но когда родится Иисус, станет его родословием. И однако, все это произошло, чтобы сбылось сказанное Господом через пророка. И дальше приводятся цитаты из пророка Исаии. «Итак, Дева понесет в очреве и родит сына имя Ему нарекут Иммануил», что переводится «с нами Бог». Скажите, как вам это? Она родит сына, а ты дашь ему имя Иисус? И так сбудется пророчество имя Ему нарекут Иммануил. Не возникает ли ощущения, что никакое это не пророчество, если имя дает совершенно другое? Ну ладно, ладно. Допустим, Иммануил, это действительно означает «с нами Бог», и здесь это переведено отдельно на греческий для тех, кто не владеет еврейским языком из читателей, что Иммануил – это просто разъяснение смысла. «Ягут Шоа – Господь спасает, Иммануил с нами Бог». Смысл примерно один и тот же. Ну, не будем придираться к мелочам, но тогда можно было бы это опустить. Как вот в родословии Матфей специально привлекает наше внимание к скандальным женским историям Ветхого Завета, так он здесь привлекает наше внимание к скандальному несовпадению имен в пророчестве. Так что любой противник может сказать, ну, смотрите, вы, христиане, подтасовали пророчества, они совершенно о другом говорят. И Матфей обращается к еврейской аудитории, которая, судя по всему, эти тексты знает хорошо, от которой как раз таких и можно ждать возражений. Он не боится этого. Почему? Вы знаете, мне кажется, что для Матфея невероятно важно показать, что эта связь не просто существует между Ветхим Заветом и новозаветными событиями, но что она требует некоторого особого взгляда, что пророчество не просто некоторые совпадения, вот кто-то что-то сказал, а потом оно в точности так и исполнилось, но это некоторый вектор. Эммануил с нами Бог. И вот Дева рожает младенца, и этот младенец оказывается тем самым Богом, который с нами. Что, может быть, из слов самого Исаия еще и непонятно до конца. Эммануил просто имя. Есть люди, которых зовут Эммануил даже. В нашей стране встречаются, хотя в нашей стране довольно редкое имя. И поэтому пророчество требует еще какого-то внутреннего совпадения. «Пробудившись от этого сна, Иосиф поступил, как ему повелел ангел Господень, и взял Марию себе в жены. Но он не приступал к ней, пока она не родила сына. Ему он дал имя Иисус, как ему и было сказано. А потом...» Вот здесь, кстати, расходится традиционное толкование католиков и православных с одной стороны, протестантов с другой. Католики и православные верят, что Мария оставалась присно девой, то есть, что никакого супружеского у нее не было продолжения с Иосифом, а протестанты говорят, что было. И упомянутые в Евангелии братья и сестры Иисуса — это те дети, которые родились у Марии и Иосифа после Иисуса, что для католиков и православных совершенно неприемлемо. Но почему Матфей не мог сказать внятно, да, он не приступал, пока она не родила сына, а потом... Можно же было намекнуть хотя бы. А потом они стали мужем и женой. И потом он тоже хранил ее девство и не приступал. к ней. Они очень важны. То есть, во-первых, он, может быть, этого просто не знает. Потому что Матфей, естественно, пишет в данном случае не то, чем он был очевидцем, а он пересказывает некоторые истории, которые до него дошли. А во-вторых, он ограничивает свое повествование вот только каким-то определенным кругом истории, понятий, вещей, явлений. Вот как было бы интересно узнать про то, что делает Мария. И Луке явно это было интересно, и он это подробно расписывает. Матфей приводит только то, что абсолютно необходимо. В этом смысле, кстати, вторая глава, в которой появятся очень странные волхвы, тоже будет очень поучительно. Зачем он их возит, когда он о Марии-то многого не сказал. Но об этом поговорим в следующей главе. Продолжение следует...